Добрый день, Вячеслав Петров, хровец баскетбольного клуба «Химик». Слав, твои комментарии больше на сегодняшний матч? Тяжелое поражение, обильное одно очко. И проиграли два очка, наша игра была. Здесь проиграли, я думаю, что... Хас и сейчас хорошая команда, но в хорошем ходу. Распался хребас, они взяли себе пару хороших игроков, им это помогло. Пока тяжело что-то сказать, надо разбирать. Были ошибки, может не все выполнили, что договаривались перед игрой. Штан-тренер какие установки давал. Обидно, очень расстроено. Впереди у нас кубок Украины, финал четырех. С Днепром, тяжелая игра, тоже серьезная. Надо забывать эту игру, готовиться, расстраиваться и ехать в Киев и играть дальше. В концовке игры и сегодня, и в Киеве были какие-то недоработки. С чем это связано, ты какая-то считаешь? Не выполнили то, что потерь или просто не подфартило? Может где-то удача от нас отвернулась. Может где-то на какой-то момент мы расслабились где-то, почувствовали, что вот сейчас, сейчас переломы. И где-то дали крут и слабили, и спинник, что в Киеве, что здесь этим воспользовался. Может больше повезло, чем нам. Это спорт, когда баскетбол все здесь бывает. Окей, спасибо большое и удачи в финале. Спасибо большое. Главный тренер баскетбольного клуба «Химик». Хороший матч, в любом случае, сегодня вышел. Думаю, что много кто отриман в днем задоволвания. От противостояния, да? Так, выслушу вашу команду сегодня програла. Ваше бачение от всего матча и командару. Ну, знаете, в первую очередь поздравляю Слон Чаркаса. Они сегодня играли с очень хорошим настроем, здоровыми. Показали хороший баскетбол. Поздравляю их с этой победой. Сегодня, как сказал Слава, могли выиграть и мы. Мы имели большие шансы выиграть в этой игре. Владея последним мячом в конце за 8 секунд, мы его потеряли и позволили им забить. Лидирует 2 очка, позволили им забить. Легкие 2 очка в быстром прорыве. Поэтому, как бы, тут, в принципе, это была наша игра. И тут мы могли даже выиграть в основное время. Ну, знаете, как отпечаток, возможно, наложил на эту игру. И игра, которая была в удивлении. Слишком маленький прогрежуток прошел. Мы хорошо готовились к той игре. И эмоционально, и тактически. Отдали нам очень много сил. Понятно, что мы говорили в раздевалке о том, что надо скорее забывать на игру и готовиться к каждому сопернику. Плюс, естественно, мы понимали, что есть какой-то запас у нас теперь. Ну, как бы, первое место уже теоретически. Мы понимали, что надо достать. Есть какой-то запас, да. Но, тем не менее, сыграли, понятно, не свою игру. Промазали достаточное количество открытых бросков из-под кольца. Особенно в овертайме, когда два раза сыграл на лаве. И лав промазал на этой броске. И последний шторфной. И нам уже много чего говорить. Ну, немного удача отвернулась от нас в обоих играх. Будем надеяться, что вернемся к нам в финале четыре. Спасибо большое. Спасибо. Александр Кольченко, гравец баскетбольного клуба Черкаський Мавп. Саша, твой комментарий с сегодняшнего матча. Немоверно, такая тематичная и классная развязка. Для Черкасс, напевно, да? Насколько задоволенная своей футбольной самовыдачей. Я так буду краток. Спасибо вам. Хочу поздравить, прежде всего, ребят. Потому что они заслужили эту победу. Своей игрой, своей самодачей поздравить тренерский штаб. Они сделали свою работу, но отлично. Поздравить болельщиков, потому что они сегодня нас не так много в Черкассах. Такой поддержки, как сегодня, не было, наверное, за все время. То, что я нахожусь здесь. Пассивный угром. Я такой, как шестой игрок. И сильно нас гнал вперед. По поводу нашей игры скажу, что мы просто старались выполнить то, о чем договаривались. В каких-то моментах. Сыграть, можно сказать, кость в кость. Ну и, так сказать, что в большей части игры мы кайфовали от своей игры. Мы получали удовольствие, немножко расслабились. Как только груз ответственности с нас испал, мы почувствовали, что мы можем играть. В такой команде, как Химик. В принципе, последние игры показаны неплохой состав содержатый баскетбол. Мы просто кайфанули от сегодняшней игры, от тех ситуаций, моментов игровых. И, в принципе, оно вылилось в такую драматическую концовку, развязку. Думаю, что было всем интересно. Таких игр желаем почаще, чтобы южинские, черкасские болельщики и грузия взяли. Спасибо. Спасибо большое. Победы. Максим Фельссон, главный тренер баскетбольного клуба «Черкасский Маппы». Максим Фельдич, ну, с перемовой у вас. Спасибо. Действительно, классный победу. Прокомментуйте этот матч. Ну, во-первых, поздравляю всех с победой. Болельщиков, руководства клуба, конечно же, прежде всего, игроков. И хочется сказать им спасибо за ту самоотдачу и характер, который они показывают на протяжении, в принципе, всех последних матчей. И действительно, то, о чем говорит Саня, видно, как игроки получают от своей же игры удовольствие. Потому что просто от качественно сделанной работы. Да, где-то там ошибки, где-то небольшие провалы. Но, опять, это все баскетбол, огромная скорость. Тренеры и команды пытаются словить друг друга на каких-то неожиданных взаимодействиях. И это иногда проходит. Понятно, что это все то, что можно будет исправить, над чем будем работать. Можно было, может быть, выиграть в основное время. Не забили несколько очень свободных, легких бросков из-под кольца. Где-то там трехочковый просто из кольца вывалился. Но я думаю, что то, что получилось, очень сильно понравилось сегодня зрителям, болельщикам. И сегодня была сумасшедшая атмосфера. Еще раз всех поздравляю с победой. Не сожалеете вы, что пауза в чемпионате все-таки будет? И сильных матчей, и пауза связанная с финалом четырех? Да, конечно. Конечно, хотелось бы, наверное, и в финале четырех поучаствовать. Я думаю, что с такой игрой мы бы там, как минимум, навязали конкуренцию. Но, к сожалению, ротация закончилась немножечко. Не было у нас времени, чтобы выйти на тот уровень. Это пока, если мы на пути, я не уверен, что это еще не предел. Что игра будет только улучшаться, а связки будут налаживаться. Потому что сегодня еще, например, тот же Дима Тихонов где-то выпадал, забывал какие-то взаимодействия. Но за счет своей самоотдачи все это компенсировал. Да, это пауза. Постараемся ее обернуть для себя в пользу, обернуть для себя в плюс. Как раз это время потратим на то, чтобы наладить наши схемы. Может быть, чего-то нового подготовить. Спасибо большое. Спасибо большое.